Мы приветствуем вас на канале Антенна 7. Медицинская передача «Формула здоровья». Здравствуйте! Насыщенность сегодняшней программы требует от нас, ее ведущих, немедленного начала действий. Так мы и поступим, отправившись вместе со съемочной группой в фониатрический кабинет клинического медико-хирургического центра. В начале было слово, любимая фраза и название одной из статей основателя и руководителя Омского фониатрического центра Людмилы Дорониной, в котором за несколько десятилетий работы врачи вернули голос огромному количеству пациентов. Здесь помогают и знаменитым артистам, чьи автографы видят посетители на стендах в холле, и людям, работа которых не связана с нагрузками на голос. Кто-то обращается к фониатрам после операции, кто-то в результате сильного стресса. Причины самые разные. У нас уже отработана своя школа, своих профессионалов голоса мы не только наблюдаем, то есть все творческие организации, естественно, к нам прикреплены профессионалы голоса. Это профессионалы первой группы, это артисты, солисты, которым предъявляют особые требования к качеству голоса. Это вторая группа, это большая армия педагогов, воспитателей детских садов. Это третья группа профессионалов голоса, это администраторы, юристы, врачи, даже работники шумных цехов. То есть вот такие три основные большие группы профессионалов голоса, которых мы наблюдаем, диспансерно ведем, то есть проводим профилактическое лечение. Занимаемся лечением не только заболеваний голосового аппарата, но именно профилактикой. Людмиле Дорониной благодарные пациенты нередко посвящают стихи и песни. Соловей мой, соловей, голосистый соловей, 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 знакома с Людмилой Дорониной уже более 30 лет. Артистка уверена, голос – ее главный инструмент. И он постоянно должен быть в эксплуатации, шутит Ирина Трусова. Но усталость, не дай бог простуда, могут нарушить его звучание. Для людей, чей голос – хлеб, и вся жизнь – это катастрофа. Чуть что – сразу в центр к Дорониной. Врачебная планка настолько высока, что действительно она исцеляет, излечивает человека и дает советы. Все, чем можно помочь в данном случае голосовому аппарату человека, она все знает, она все умеет, она все расскажет и исцелит. Это потрясающе. Список достижений Людмилы Дорониной впечатляет. Создатель и руководитель фониатрического центра. Председатель Омского регионального отделения Российской общественной академии голоса. Создатель уникальной Омской фониатрической школы. Победитель конкурса «Лучший врач России». Развитию этого центра способствовала и Алла Пугачева. Примадонна даже приглашала Доронину работать в Москву. Но создание фониатрического центра стало для нее задачей номер один. И сегодня Омский центр, который действует на базе клинического медико-хирургического центра, по праву считают лучшим в стране. Этот центр стал доступнее. Там может оказаться любой амич, любой житель Омской области. Все те, кто испытывает проблемы с голосом и не смогли решить свои вопросы нигде в других учреждениях, в том числе и в других городах страны. Это сложная специальность. Она требует уникальной аппаратуры. У нас эта техника есть. Правительство Омской области обеспечило такие возможности. И сегодня мы используем ее с максимальной эффективностью. Но самое главное, скажем так, наша драгоценность – это люди. Доктора, которые там работают, потому что этот опыт просто невозможно оценить. То есть подготовить такого специалиста за пять, за шесть лет сложно. Уходит десятилетие на то, чтобы доктор высочайшего уровня, как фониатор, состоялся и мог в сложных случаях, когда опускаются руки у всех остальных врачей, помощь оказать. Совсем недавно мэтру отечественной фониатрии Людмиле Дорониной вручили сертификат члена Союза Европейских фониаторов. И нет сомнений, количество важных документов и наград будет расти из года в год. Появилась модная веяние – безглютеновая диета. Кто хочет снизить вес, целенаправленно исключают из питания хлеб, содержащий этот компонент. Как к этому относится медицина и, в частности, гастроэнтерология? Сегодня об этом в студии поговорим с доктором медицинских наук, проректором Омской государственной медицинской академии Мария Анатольевна Левзан. Здравствуйте, Мария Анатольевна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое вообще безглютеновая диета? Здесь следует сказать о двух моментах. Первое – это безглютеновая диета. Это значит безглютен. Глютен – это фракция глиодина, которая содержится в злаковых. Это значит, что в такой диете исключается не только хлеб, но и всё, что производится из ржи и пшеницы, а именно макаронные изделия и прочее. И ещё очень важный момент, когда мы говорим о безглютеновой диете – это образ питания, предписанный врачом. Иными словами, прежде чем изменить что-то в своём стереотипе, нужно, конечно же, проконсультироваться с врачом. Бывают заболевания, а именно целиакия. Основным методом лечения является именно назначение безглютеновой диеты, когда мы полностью исключаем все продукты, содержащие злаковые. Другое дело, когда самостоятельно, без консультации врача, происходит ограничение тех или иных продуктов, в частности хлеба. Не дополучая хлеб, не получая хлеб, выводя его из своего рациона, человек испытывает дефицит, если это продолжается достаточно долго, более трёх месяцев, испытывает дефицит в пищевых волокнах и, более того, в витаминах группы В. А это может негативно отразиться на состоянии здоровья человека, потому что витамины группы В необходимы для хорошего функционирования, прежде всего, нервной системы и пищеварительного тракта. То есть безглютеновая диета, она вообще может быть полезна для людей, например, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта? Когда мы говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, полностью длительная пожизненная глютеновая диета – это пациенты, которые страдают целиакией. Есть ещё несколько заболеваний, например, это глютенчувствительная непереносимость, иными словами, пищевая аллергия, когда нет ещё заболеваний с повреждением слизистой оболочки тонкой кишки. Вот этим пациентам мы на некоторое время также ограничиваем продукты, содержащие глютен. Ещё одна патология, функциональная патология пищеварительного тракта – синдром раздражённого кишечника. Также у ряда пациентов, имеющих пищевую непереносимость, мы ограничиваем глютен. Но никогда мы этого не делаем на длительный период. Эта диета, как правило, продолжается от 3 до 6 месяцев, потому что длительное ограничение с исключением хлеба приводит в последующем к более выраженным негативным эффектам. И вред от такой диеты превышает её пульс. А полгода это немного? У некоторых, я подчеркну, пациентов, у которых доказана пищевая непереносимость глютена, да, от 3 до 6 месяцев, вот этот период считается оптимальным. В последующем глютен возвращают в рацион, но опять-таки в ограниченном количестве. А как с теми, кто специально исключает из рациона, чтобы поддержать себя? Всё есть пульс, и всё есть яд. Поэтому, когда мы говорим о хлебе, мне бы хотелось сказать, что, конечно, избыточное питание, когда в рационе человека в основном присутствуют хлебобулочные изделия, ограничиваются мясные, рыбные продукты, ограничиваются овощи и фрукты, не является рациональным. Я за то, чтобы хлеб присутствовал в рационе человека. Другое дело, какого вида этих хлебобулочных изделий? Я бы здесь ограничила, может быть, даже исключила, если человек хочет поддержать своё здоровье, булочки, выпечку, торты, пирожные. Всем знакомые продукты. А вот хлеб, прежде всего, ржаной хлеб, хлеб, обогащённый трубями, является полезным продуктом. Но и здесь, конечно, следует соблюдать меру. Если человек хочет поддерживать вес, снизить свой вес, то здесь количество хлеба, которое съедается за сутки, должно быть ограничено тремя-четырьмя кусочками. Вот именно такое количество хлеба считается оптимальным, когда, с одной стороны, колораж, рацион суточный, не перегружен углеводами, с одной стороны, а с другой стороны, человек получает достаточное количество витаминов и микроэлементов, и пищевых волокна, необходимых для хорошего функционирования с хлебом. Вообще диеты, как вы к ним относитесь? Особенно к тем диетам, которые что-то включают, что-то выключают. Ну, как я могу относиться к диетам? Конечно же, хорошо, потому что я врач-гастроэнтеролог, и каждый день, когда пациент ко мне приходит с той или иной проблемой, я вынуждена в период обострения заболевания ограничивать те или иные продукты. Ну, например, при патологии печени я ограничиваю жирные, жареные продукты. Другое дело, это, ну вот я не могу сказать однозначно в отношении ну вот такого повального увлечения диетами, самостоятельного их назначения. Почему? Есть специальная наука, диетология, которая подбирает индивидуально для каждого человека тот или иной характер питания. Ну, например, я знаю, что у человека есть предрасположенность к сахарному диабету, и тогда, конечно, я ограничиваю углеводы. Или, напротив, у пациента всё замечательно с углеводным обменом, но, к сожалению, имеется предрасположенность, семейная предрасположенность к нарушению жирового обмена, к повышению уровня холестерина, липидов. И тогда я ограничиваю животные жиры, сливочное масло, например, но, напротив, обогащаю диету полезными омега-3-6 полинасыщенными жирными кислотами. И рекомендую, ну, несколько больше, чем это было прежде или принято, включать в рацион рыбу, включать оливковое масло первого холодного отжима и так далее. Вот этот стереотип, когда я уже знаю, что происходит в организме человека, какие микроэлементы, витамины, пищевые волокна и прочее необходимы ему, вот тогда я рекомендую диету. Сейчас вот я бы об этом хотела сказать несколько подробнее. Есть ряд модных направлений. Ну, например, диета Дюкана, когда переходит полностью на белковое питание, раздельное питание, диета Аткинса и прочее. Все эти диеты рассчитаны на то, чтобы организм перестроил свой обмен веществ, получая, ну, например, только белки. Вот, как, например, в диете Дюкана, там акцент сделан именно в отношении белкового питания. Конечно же, организм, испытывая стресс, избавляется от жировой ткани, потому что здесь, безусловно, происходит перестройка обменных процессов. Другое дело, даже в диете Дюкана, если, ну, лица, интересующиеся этим, внимательно ознакомятся, подчеркивается, что она не продолжается длительно. И полностью белковое питание ограничено от одного суток, от одних суток до трех суток. То есть оно не является длительным. Опасность заключается как раз в том, что пациенты, первоначально не обследовавшись, не узнают, нет ли у них противопоказаний к применению той или иной диеты, самостоятельно начинают ограничивать себя или, напротив, нагружать определенными продуктами. Второй очень важный момент и большая опасность, когда пациенты самостоятельно, длительно, неконтролируемо соблюдают такие диеты. Подчеркну, польза существенно уступает тому вреду, который сам пациент наносит своему здоровью. Ко всему нужно подходить с умом. Рационально, да. Рационально. Марина Анатольевна, посоветуйте, пожалуйста, людям, которые хотят всегда быть, сдерживать свой вес и всегда быть в форме, что можно посоветовать им? Ну, понимаете, здесь достаточно сложно сказать, есть общие фразы, это соблюдение определенной калорийности питания, потому что все как в бухгалтерии, есть приход и есть расход. Если этот приход, а именно калораж, превышает расход калорий, конечно же, вес будет увеличиваться. Поэтому очень важно знать, каков объем и калорийность питания присутствует в рационе человека. И, соответственно, полу, возрасту, характеру, образу жизни подбирается эта калорийность. Она очень легко рассчитывается, и сейчас онлайн-калькуляторы калорий суточного присутствуют в сети интернета, и это несложно рассчитать. Второй, следующий вопрос, очень важный, после того, как мы определились с калорийностью, это соотношение белков, жиров и углеводов. Их соотношение должно быть оптимальным. Нельзя полностью переключаться только на белки или только на жиры. Поэтому очень важно, чтобы питание было разнообразным, чтобы пациент комплексно питался, чтобы присутствовали белки. Но белки какие? Не из жирных сортов мяса. Это значит куриное мясо, это мясо индейки, это телятина, это говядина, кролик. То есть то, что не содержит, нет видимого жира. Мы же называем это легкое, да? Да, нежирные, нежирные сорта мяса. Обязательно должна быть рыба, потому что в рыбе, помимо белка, присутствуют легко усваивающиеся жиры, полезные для нашего организма, содержащие омега-3,6, поленасыщенные жирные кислоты, необходимые для хорошей работы с сердечно-сосудистой системой пищеварительного тракта. Ну и то, что касается жиров, здесь, конечно, предпочтение следует отдавать не животным жирам, не маслу, а растительным жирам, прежде всего оливковому маслу. Мария Анатольевна, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была доктор медицинских наук, проректор Ромской государственной медицинской академии, Мария Анатольевна Левзан. Спасибо. Красивый голос, гордая осанка и прекрасный внешний вид – все это по плечу здоровому человеку. Но здоровье нужно беречь, им нужно заниматься. Следить за здоровьем позволяет современное оборудование, такое как магнитно-резонансный томограф. О новом аппарате Евромеда уже ходят слухи как об уникальном и мощном, и мы решили убедиться в этом сами. В отделении лучевой диагностики клиники Евромед начали проводить исследования на новом уникальном магнитно-резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. Чем выше цифра, тем более качественное изображение – картинка. Подобные аппараты применяют для диагностики самых сложных заболеваний и повреждений. Более тонкие структуры, когда сложная диагностическая патология, когда здесь вопрос решается об онкологии, сложный дифференциальный диагностический ряд. Конечно, данный оборудование нам поможет. И я говорил, что здесь получаются ультра-тонкие срезы головного мозга, позволяющие в очень короткий промежуток времени получить хорошую информацию, которую можно будет рассматривать абсолютно в любой плоскости. И это очень важно для онкологов в плане контроля радикальности проведенного лечения, в плане диагностики первичных заболеваний, не только анаплогических, но и других заболеваний, таких как деминилизирующие заболевания, рассеянный, склероз, поиск и очагов. Ну и получение тонких срезов позволяет нам видеть те структуры, которые невозможно было исследовать на полуторатусловых машинах. Кроме исследований головного мозга, позвоночника и спинного мозга, на новом аппарате МРТ выполняют и исследования органов брюшной полости, малого таза, исследования суставов, молочных желез, сердца. Аппарат поставляется вместе с уникальным программным обеспечением. Его наладкой и обучением врачей занимается специалист компании, лидера в разработке и производстве медицинского оборудования. Это другой уже уровень диагностики, скажем как. То есть это high-end или высокий уровень диагностики на сегодня. То есть это не только мощность магнитного поля 3,2, в сравнении с тем, что 1,5 ТС. Плюс еще это всевозможный набор катушек. Это, скажем так, очень сильное магнитное поле во всех трех осях, то есть X, Y, Z. Ну и некоторые уникальные технологии. То есть в частности технологии снижения шума, технологии повышения качества картинки. Ну об этом действительно можно очень-очень много говорить. Но как Денис-специалист, вы должны понимать, что это все-таки, еще раз повторюсь, это действительно экспертного класса машинка. Поэтому тут можно делать уникальные вещи. Ранняя точная диагностика – залог качественного лечения и полноценного выздоровления пациента. Радуйтесь каждому прожитому днем. Старайтесь искать позитивное даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. И решение проблемы придет. Смотрите нас по средам в 20.30 с повторами по понедельникам в 7 утра. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин